Добрый день, Павел Сергеевич. Проблема молодежного экстремизма в России в настоящее время приобрела особую остроту. Молодые люди чаще совершают преступления агрессивного характера, а это является благодатной почвой для взращивания идей экстремизма. Формированию этого явления также способствуют социально-возрастные, психологические и культурные особенности молодежи. Так, что такое молодежный экстремизм и есть ли устойчивое определение этому понятию? Добрый день. Хотел бы отметить сразу, что мы в своей работе рассматриваем такое понимание, как экстремизм в молодежной среде. Изначально понятие экстремизм произошло от латинского слова extremus, то есть крайне чрезмерный. А вот федеральный закон номер 114 от 25 июля 2002 года о противодействии экстремистской деятельности дает исчерпывающий перечень признаков понятия экстремизма и экстремистской деятельности. Некоторые из них это насильственное изменение основ конституционного устроя или нарушение территориальной ценности России, публичное оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, нарушение прав, свободы, законных интересов человека или гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. Вот некоторые из них. Также существует такое понятие экстремальность молодежного сознания. Его сущность заключается в том, что молодежь сама по себе, как социальная группа, характеризуется проявлениями максимализма в сознании и крайностей в поведении. Проявляться данное свойство молодежного сознания может как в индивидуальном, так и в групповом уровне, в форме фанатизма или нигилизма. Так каковы явные формы проявления современного экстремизма и какие действия считаются экстремистскими? Ну, знаете, на сегодня выделяют, различают множество форм экстремизма. Вот, например, такие, как политический, националистический, религиозный, выделяют даже подростково-молодежный, экологический, антиглобологический, моральный и многие другие. Давайте поговорим о некоторых из них немножко подробнее. Ну, начнем с политического экстремизма. Это крайние взгляды в отношении политической системы, организации формы управления государством, пропаганда нальсистных или агрессивных способов установления отстаиваемой формы власти вплоть до политического террора, непремиримость, бескомпромиссность к иным политическим партиям и позиции оппонентов. Также националистический экстремизм. Это радикальные, интолерантные идеи и действия в отношении представителей иной народности, национальности, этнической группы. Стремление к их политическому или физическому устранению, так называемого, нетитульного населения. Религиозный экстремизм. Это жесткое неприятие идеи другой религиозной конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда незыблемости, истинности одного вероучения. Ну, чтобы было максимально понятно, я бы хотел все-таки остановиться на частных примерах. Примеры такие действий экстремистские бывают, назовем простым словом, умышленные и неумышленные. Вот, давайте разберем такую ситуацию. Некий гражданин, используя баллончик с краской, нарисовал на подъезде жилого дома слово «нет», а внизу изобразил свастику. Казалось бы, человек хотел донести мысль «нет фашизму», а в результате занялся распространением кистемистского материала. Другой гражданин, надеемся, фанатично изучая историю Древней Руси, нарисовал на листе бумаги свастику, убежденный, что именно этот символ олицетворял у наших древних предков смену времен года. Рисунок получился очень красивый, и тот ничего не подразумевал, решил поделиться своим творчеством на страничке социальной сети. Его оценили, лайкнули, сделали репост. В итоге наш историк-художник стал экстремистским деятелем. Ситуация другая, умышленная. Гражданин, взяв изображение действующей Конституции Российской Федерации, внизу подписал некую выдержку и умышленно изменил текст, тем самым вводя в заблуждение, либо призывая каким-то неправомерным действием. Распространялся через социальные сети. Это умышленные действия. Такое тоже часто бывает. Либо, что наблюдал часто я, когда еще проживал в Воронежской области, насмотревшись многих запрещенных фильмов про скинхедов, например, некий гражданин распечатывал на принтере лозунги, призывающие к разжиганию межнациональной розни и запрещенную нацистскую символику. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Если проанализировать ситуацию, сложившуюся в последние годы, то можно заметить активизацию ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. А каковы причины, основные причины возникновения экстремизма в молодежной среде? Во-первых, это обострение социальной напряженности в молодежной среде. Это характеризуется целым комплексом социальных проблем, включающих в себя проблемы уровня качества образования, так называемого выживания на рынке труда, социального неравенства, снижение авторитета правоохранительных органов и многого другого. Во-вторых, это криминализация ряда сфер общественной жизни. В молодежной среде это выражается в широком увлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и тому подобное. Третье, что бы хотелось бы сказать, это рост национализма и сепаратизма. Активна деятельность молодежных националистических группировок и движений, которые используются отдельными общественными политическими силами для реализации своих целей. В-четвертых, это, конечно, наличие незаконного оборота средств и совершение экстремистских акций. Некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с нестрельным и холодным оружием и так далее. В-пятых, это использование в деструктивных целях психологического фактора, такие как агрессия, свойственная молодежной психологией, которая активно используется опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности. Ну и шестой пункт, это использование сети интернет в противоправных целях. То есть, данным способом обеспечивается радикально общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своих деятельностей, своей деятельности с целью возможности размещения подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте встречи и планируемых акциях. Спасибо. Давайте поговорим о способах вербовки, вернее о самом быстром способе воздействия на молодежь через социальные сети. Главная опасность подобной вербовки заключается в том, что молодому человеку очень сложно распознать, что его вербуют. Какие правила нужно соблюдать, общаясь с новыми людьми онлайн, чтобы не попасть под влияние экстремистов? Ну, будут правила простые, наверное, как в общении с любым новым человеком. Для начала нужно узнать его реальные персональные данные, такие как имя, фамилия, как называется организацию, которую данный гражданин нам представляет. Важно по возможности посмотреть страничку пользователя. Часто будут закрыты, будут открыты аккаунты. Если аккаунты открыты, посмотреть список аудиозаписей, групп, статусы, фотографии. Все это может содержать какие-то экстремистские материалы. Если есть какое-то подозрение на то, что ваш собеседник занимается вербовкой, либо причастен к какой-то экстремистской деятельности, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, задокументировав данный факт. Не нужно объяснять, сделать скриншот, чтобы было подтверждение этого факта. Узнать каждый может от перечных материалов, какие входят, признанные экстремистскими, можно на сайте Министерства юстиции Российской Федерации во вкладке экстремистских материалов. Ознакомиться со списком организаций, которые признаны экстремистскими, можно также на сайте Министерства юстиции. Там есть единый федеральный список организаций, собственно говоря, и также на сайте Федеральной службы безопасности России. В настоящее время достаточно развита система нормативно-правовой базы, рекламентирующая деятельность по профилактике экстремизма. Какие профилактические меры принимаются в Манчегорске? Скажу сразу, что организация всей деятельности работы по противодействию экстремистской деятельности у нас возложена на субъекты профилактики города. Они в целях реализации стратегии противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года выполняют свои соответствующие функции и компетенции. Также реализуется план реализации данной стратегии на территории Мурманской области, который уже губернатором. Основная цель, которая достигается, это снижение уровня радикализма различных социальных групп населения и в первую очередь детей, подростков, молодежи, а особенно из групп риска. В соответствии с данным планом происходит выявление, предупреждение и пресечение проявлений экстремистской деятельности в ходе публичных мероприятий. У нас по итогам года такого не случилось. Проводится постоянный мониторинг в сети интернет с целью выявления материалов экстремистского содержания. Так, отделом по безопасности было выявлено в этом году 7 материалов. Это аудиоматериалы, видеоролики и баннер. В образовательных организациях и учреждениях культуры установлены контент-фильтры, чтобы исключить доступ, скажем так, запрещенным материалам. А списки данных материалов, где узак, мы уже говорили. Систематически в учреждениях образования и культуры происходит проверка библиотечного фонда на наличие запрещенных материалов. Также с субъектами разрабатываются и распространяются листовки и плакаты. Проводятся профилактические мероприятия с учащимися и воспитанниками. Хочу также сказать, что на сайте администрации разработана отдельная страница противодействия терроризму и экстремизму, где можно найти всю интересующую информацию. Там есть листовки, какие можно скачать и распечатать, ознакомиться с материалами, публичных выступлений, протоколами. Собственно говоря, каких-то конфликтов деятельности экстремистского содержания у нас в городе не отмечено. И последний, пожалуй, самый важный вопрос, Павел Сергеевич. Какая ответственность предусмотрена за экстремистскую деятельность? За экстремистскую деятельность действующими законодательствами предусмотрены как уголовная, так и административная ответственность. В соответствии с примечанием части 3 статьи 282.1 УК РФ по преступлениям и экстремистской направленности понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Или вражды, либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Самостоятельные составы преступлений и экстремистской направленности изложены в статьях настоящего кодекса, как 280, 282 и 357. Давайте, чтобы было понятно, статья 280 УК РФ – это публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. То же самое деяние, которое будет совершено с использованием сети интернет, наказывается уже принудительной работой на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Давайте перейдем к административной ответственности. Здесь предусматриваются штрафы в размере от 1 тысячи до 300 тысяч рублей. Либо обязательно работая до 200 часов и административный арест до 30 суток. Быстренько мы с вами озвучим, какие это бывают правонарушения. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Дискриминация, злоупотребление свободой массовой информации. Нарушение основного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пропаганда, публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики. И, о чем мы уже говорили, производство и распространение экстремистских материалов. Вкратце все. Благодарим вас, Павел Сергеевич, за интереснейшую беседу. Надеемся, до новых встреч. Спасибо и вам. Очень приятно, что вы пригласили. Мы с вами в этом цикле поднимаем наиболее важные, острые проблемы. Надеюсь, что от данной работы будет масса пользы. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать только всего самого наилучшего в новом наступающем году. Ну и по традиции, берегите себя и своих близких.